Всем привет дорогие друзья с вами Илюха Зверио и у нас сегодня знаменитые наушники Marshall, а именно есть модель monitor, есть модель major fx и есть модель mode equalizer. Давайте все их посмотрим. Поехали! Начнем с наушников Marshall monitor. Они стоят в среднем в Российской Федерации 12 тысяч рублей. Они имеют винтажный стиль и это наушники класса Hi-Fi. Давайте откроем коробку и посмотрим, что же идет внутри и как они выглядят. Перед нами наушники monitor. Они выполнены в закрытом акустическом оформлении, исполнены из кожи и золотых вставок. По техническим характеристикам, кстати, воспроизводят басы от 10 герц. Но и выше порог это 20000 герц. Имеет сопротивление 10 Ом, чувствительность 99 дБ и мембрану 40 миллиметров. Давайте посмотрим на конструкцию наушников. Основание оголовья выполнено из металла. Амбушюры выполнены из кожи и сами чашечки выполнены из пластмассы. В серединке красуется Marshall белого цвета. Наименование компании с двух сторон. Оголовье тоже кожаное и строчка ровная. По поводу тех самых золотых вставок. Они находятся на внутренней части, но они просто под цвет золота сделаны. Обозначение правого наушника, левого наушника, винтики золотистого цвета и вот эта вот окантовка, куда входит шнур. Наушники имеют ход вот такой вот, плюс умеют складываться для переноски. От оголовья к наушнику идет вот такой шнур-пружинка. Часть от оголовья до чашек, она тоже металлическая. Вот это вот. В наушниках используется система FTF. Она подразумевает вкладыши и тем самым получает дополнительные возможности от прослушивания музыки. При этом басы становятся глубже и музыка насыщеннее. Как выглядит вкладыши можно посмотреть на коробочке. Нарисовано вот здесь вот. В комплекте идет шнур джек три с половиной, позолоченный, длиной 1,2 метра, но при этом имеет такую пружинку и умеет растягиваться еще на метр. Джек мы сможем ставить в любой наушник в левой либо в правой. Здесь есть по одному гнезду. Это можно использовать в двух вариантах. Первое, это для одиночного прослушивания. Мы вставляем и слушаем. Если мы хотим с кем-то поделиться музыкой, то человек сможет ставить сюда джек три с половиной и послушать в своих наушниках. Вы только посмотрите, как красиво это выглядит. Кожа, металл, soft touch покрытие, Marshall, очень качественный шнур и позолоченный джек три с половиной. Очень нравится. В наушниках есть микрофон. Мы сможем общаться, либо переключать музыку вперед-назад, либо play stop. На другом конце нас встречает джек три с половиной и с фирменной такой вот пружинкой, которая не будет позволять проводу сминаться, гнуться и разваливаться. В комплекте поставляется фирменный мешочек для ношения наушников. Они сюда кладутся вместе с проводом и можно взять с собой в поездку, либо просто хранить дома. Вот так вот. Ну а если нужно использовать джек 6,3 миллиметра, то есть переходник в комплекте, который вставляется джек три с половиной и на выходе 6,3. Ну а теперь давайте примерим наушники, монитор. И правда, да, закрыты конструкции, я себя сужу с трудом. Они не давят на голову, сидят удобно. Давайте послушаем, как они звучат. Поставлю громкость на максимум и вы услышите. Слышно что-то или нет? Громкость стоит на максимум. У меня подключен iphone 6. Смотрите тоже, как красивый джек смотрится три с половиной, да? Включаем металлика, set by true, середина песни на максимум. Поехали! Вау! На полной громкости слушать комфортно. И мне нравится, что наушники не сильно сдавливают голову. Подведем итог по наушникам Marshall Monitor. Это винтажный дизайн. Это наушники класса Hi-Fi, звукоизолирующая конструкция, закрытое акустическое оформление, кожа и золотые вставки. Ну что, давайте посмотрим на следующий, Major FX. Едем дальше. Перед нами наушники Major FX. Они названы в честь одноименной линейки гитарных усилителей Major. Они, кстати, выпускались с 1967 по 1974 год. Воспроизводят от 20 до 20 тысяч герц, имеют сопротивление 32 ома и чувствительность 98,9 дБ. Это полноразмерные наушники с 40 миллиметровыми динамиками и имеют шумоизолирующие амбушюры. Стоят наушники в районе 8 тысяч рублей и давайте их откроем и посмотрим на них. Так, открываем фирменным ножиком сбоку и с другого боку. Также имеется пульт управления и можно будет переключать музыку и также разговаривать, так как есть функция гарнитуры. Снимая верхнюю крышку, перед нами пристают наушники. Смотрите, как красиво они здесь располагаются, лежат. Сбоку находится фирменное название Marshall на soft-touch пластике. Корпус металлический, оголовье выполнено из кожи, амбушюры тоже выполнены из кожи. Давайте их отсюда достанем и посмотрим, что здесь еще есть. Есть небольшая брошюрка. Итак, вот они наушники. Они регулируются по объему головы, соответственно. Происходит это все вот таким вот образом. Чашки-излучатели имеют ход вот такой вот максимальный. Наушники умеют складываться для переноски. Получается основание оголовья металлическое. Вот эта часть пластмассовая, эта часть металлическая. Сами чашки пластмассовые. На внутренней стороне мы обнаруживаем левая либо правая сторона и фирменный шильдик Marshall. От левого наушника выходит провод. Он оснащен функцией разговора. То есть мы можем ответить на звонок, переключить громкость и также переключить музыку, либо ее остановить. Далее у нас идет провод пружина. И все это заканчивается джеком 3,5. Он позолоченный и имеет вот эту вот фирменную пружину амортизатор. А это нам дает повышенную надежность. Ну и плюс в комплекте поставляется переходничок на джек 6,3 миллиметра. Вот это получается новая модель Major FX. Есть такая же, но без гарнитуры. Еще раз вблизи посмотрим, как они выглядят. И примерим уже на голову, посмотрим, как они, даже послушаем, как они звучат. Вот так наушники сидят на голове. Давайте попробуем их включить. Я запускаю металлику, все то же самое трек. На серединке, на максимум. Поехали! Ну, на полной громкости слушать невозможно. Я немножко убавил, потому что слишком много высоких частот. Но звучание, как всегда, на уровне. Переходим к третьим наушникам. Это Marshall Mode Equalizer Gold. Почему Gold? Потому что смотрите, сколько у нас золотых здесь вставочек будет. Есть такие же наушники, только без эквалайзера. А что такое эквалайзер? Здесь есть клавиша, при помощи которой мы можем выбирать два режима эквалайзера. Первый, это более мягкий. И второй, который дает нам больше басов. Если вам каждый раз неохота переключать в своем мобильном устройстве, либо в плеере эквалайзер, то это можно сделать при помощи этих наушников. Есть такие же наушники без эквалайзера. И есть еще, кстати, модель Minor. Сейчас мы ее посмотреть не сможем, но вы сможете вот увидеть сейчас здесь, на картинке. Это вставные наушники с пультом управления. Набор Ambasure здесь идет из четырех разных размеров в комплекте. Воспроизводит от 20 до 20 тысяч герц. Имеет сопротивление 30 Ом. Чувствительность 98 дБ. Мембрана внутри наушников 9 мм. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. Теперь их немножко отсюда выдавливаем. И перед нами открываются наушники. Пожалуйста. В комплекте поставляют смены амбушюры. Здесь стоят средние, есть поменьше, побольше и самые большие. Начнем смотреть наушники. На каждом наушнике находится налево-направо буковка M, что означает Marshall, конечно. Все это сделано в золотистом цвете. Амбушюры сейчас здесь установлены средние, как уже говорил. На наушниках есть обозначение левый-правый. Провод прям такой добротный, он хороший, толстенький, удобный и не будет сминаться. Очень хороший провод. Мне понравился. От левого наушника выходит микрофон, но он без клавиши ответа. Клавиши ответа находятся немножко ниже. Идем сюда и на месте, где соединяются левый и правый наушник, мы обнаруживаем блок управления. Как раз клавиши ответа, клавиши перемотки. И сбоку находится тот самый переключатель эквалайзера. Первый и второй. Можно, кстати, все это дело прицепить на одежду. Также фирменное название Marshall. Идем ниже. Здесь также очень хороший шнур, такой плотный, толстенький. На конце мы обнаруживаем Г-образный штекер 3,5 мм. Штекер такой формы очень удобно использовать с мобильными телефонами. Вставляем и все. Штекер также позолоченный, как и в предыдущих моделях. И имеется пружина-амортизатор. Ну а теперь настало время тестов. Давайте послушаем. Стоят они 4000 рублей. У меня iPhone. И включаем металлику. Ну что, поехали? На полную громкость. Да, хорошо. Они прям очень громко играют. Ну, звучание хорошее. Мне понравилось. Вот так мы рассмотрели все три модели. Монитор Major FX и Mode Equalizer. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих наушников. Возможно, вы какими-то уже из этих пользуетесь. Напишите мне об этом в комментариях. Не забывайте подписаться на новые ролики. И пока. Лучший видеоблогер мира Илья Зверево. Лучший видеоблогер мира Ильюха Зверево. Да. Да. Всем привет, дорогие.